здравствуйте друзья у нас гость в студии на канале голос силиконовой долины зовут его владислав и больше ничего про нее не знаю вот он я знаю что он едет из алабамы в портланд штат орегон и по дороге заехал к нам сколько вы уже в пути я думаю это уже где-то четвертый день сегодня будет а а сколько вы за рулем в сутки проводите с утра часа часов с 8 до 9 по 12 получается ну а нет такого что ноги затекли что как-то уже там не шевелится ничего нет такого нет иногда выхожу там гуляя смотрю вы на круиз-контроль едете или да то есть вы не держите ногу все время там на педаль по дороге очень много интересных мест поэтому размяться всегда через какие точки вы проезжали из алабамы по югу по югу да по югу именно потому что я хотел сюда заехать мне пришлось ехать по югу иначе можно было бы по это выбрать другой кроме маршрута так я хьюстон заезжал кстати очень понравилось так в техасе да я не ожидал что в техас в техасе есть такие большие города вот там много больших на я слушаю что осень даже все лучше чем хьюстон это я был я был в остине он милый мне только климатически нам тяжело приходилось даже там как-то влажновато она там везде на и белар я вот здесь хожу я очень поражаясь только есть погода алабами и флориде например не заходишь в тень-то все равно жарко то есть на солнце и в тени жарко здесь за почве тебя не прохладно ходишь на солнце потому что влажного а теперь была резония там были бы резоновой ответов в грязани в тени и отдыхали в тени все-таки не так жарко то есть там за счет то что сухо отличается в резса не то вообще пустыня наверх как только в фильмах показывают. Кактус и кактус. Да, и кактус. Кстати, в Аризоне есть кактус, а в Чехасе, в Нью-Мексико я не увидел ни одного. Да. Видно, нужно, чтобы сухо было. Все-таки кактус растет там, где сухо. То есть вы так нагляделись? Нагляделись. А в Америке давно? Уже два с половиной года. Кстати, еще насчет моей поездки. Может, кому-то будет интересно, когда приезжаешь через Нью-Мексико, там всех проверяют green card. Там много нелегалов, наверное. Да. Так что если у кого-то ее нет, там лучше туда ездить. Слушай, как интересно. Ну и вот я тоже не знал. Вернее, я слышал. То есть на границе штата прям кордоны стоят? Ну там я не помню где это точно, но между городом Альпасо, он по-моему на границе с Мексикой находится, и вот на севере если ехать, то вот там. Я слышал, что их много в там местности, но я вот только один виду. Понятно, как интересно. Ну хорошо. От чего вы едете в Ореган-то? Получил там работу. Кстати, это я задавал вам вопрос около месяца назад на счет того, что я начал искать работу, и очень много звонков, очень много имейлов стали присылать. Так. И среди этих, всей этой информацией тяжело на самом деле понять, что правда, что неправда, что вообще непонятно. А, я помню о видео, я не помню, что я там рассказывал, но вопрос я помню. Мы также и говорили, что нужно фильтровать все, что приходит. Даже вот сейчас я еду, мне каждый день звонят по пять раз, примерно. Так вы, подождите, вы по какой профессии-то? Ну в Алабаме я работал два с половиной года техником. Каким? Ну мы ремонтировали компьютеры нашей компании, прокладывали сети, системный администратор. Если не секрет, вот человек, который этим занимается в Алабаме, он что получает? Вот диапазон какой? Я не спрашиваю, сколько вы получали. Ну вот на что можно рассчитывать? Ну, до двадцати долларов можно рассчитывать. В час? Да. А начиная от? От десяти до двадцати, где-то так. Вообще в Алабаме редко платят меньше, чем десять долларов. А, хорошо, но в Алабаме десять долларов не так плохо. Ну я думаю, что десять долларов в Алабаме десять долларов здесь, это две большие разницы. Это две разные десять долларов, да. Да, потому что там, скажем, жилье у меня стоило, не знаю, триста долларов в месяц. А что за жилье было? Ну я снимал с румейтом, и у меня была комната, у него была комната. Ну это квартира. Квартира стоит шестьсот, там пятьдесят, например. Ту-бедром? Да. Слушайте, неплохо, здесь за ту-бедром три штуки отдашь. Так я вот еду и думаю, может мне назад? Нет, ну в Орегоне не так дорого. Так подождите, вы были компьютерным техникам. Да. Сейчас вы кем будете? То же самое. А что же вы за тем же самым через всю Америку? Это не то же самое. Так, расскажите. Я устал просто от Алабамы, там скучно и жарко. И нормальных работ вокруг нет. Переезжая в Орегон, я планирую, может быть, даже пойти потом в тестирование. Слушайте, а это правда, вот они там так разговаривают, как в фильме про Форест Гампа, там, Форест Гамп есть бритиш версия, есть американская версия. И, значит, там одна версия мобайл, другая версия мобил. Ну, как бы и так и так говорят. Весь город в Алабаме? Нет, нет, мобильные приложения. Мобайл Аппликейшн или Мобил Аппликейшн. Там есть крупный город в Алабаме, Мобил называется. Мобил. Так вот, ну я не знал про город, я сейчас в первый раз от вас слышу, но там было написано, что мобайл или мобил, но в Алабаме мобил. Да. Это то, что город? Ну да. А, я не знал, я думал, что они просто так говорят. Ну все там, когда видят этот город, не знают, как его правильно называть, ну эмигрант. Да. Мобил. Мобил правильно, да. Хорошо. Есть жизнь в Алабаме-то? Девки симпатичные? Симпатичные. Вы холостой. Да. Но вы должны особо ценить, мне кажется. Кого? Красоту. Ну да. Алабаме жарко и там вообще не до них. Да. Так вы откуда сами-то до Алабамы? Из Кишинева. Ооо, по-румынски можете? Ну нет, ну так плохо. Понимаю. Хорошо, а то у нас вот Настя на фронт-деске. Ну да, я помню. Она из Кишинева и вот люди говорят, что у нее изумительный язык. Красиво говорят. У нас там в Орегоне в разных языках. Хорошо. Теперь, значит, из Кишинева. А учились вы на кого? Я на юриста учился. Ой. А как же вы в компьютерных техниках оказались? Хобби. Просто нравилось, ковыряются компьютеры до сих пор нравятся. Хорошо. Вот вы едете в Орегон, чтобы быть там компьютерным техником. Там больше за это платят, чем в Алабаме? Примерно столько же. Ну, хорошо. А у вас там друзья? У вас вообще вот что получилось? Нет, вообще ничего. Просто зашел в Гугл, написал Орегон, нажал на картинки, увидел, как там красиво и решил туда поехать. Именно Портланд, да? Ну, Портланд. Ну, да. А других городов я не знаю. Ну, еще там Юджин есть какой-то. Ну, на самом деле там 95% населения живет в Портланде и его окрестностях. Ну, я так и понял. Ну, да. Хороший голос. Еще я прочитал про Портланд. Красивый. Там публичный транспорт есть, насколько я понимаю. Машина там не нужна. Алабаме даже машины вообще не нужна. Вы знаете, что, насчет общественного транспорта до такой степени, что машина не нужна, я не уверен. Я, конечно, был на машине. Ну, понимаете, как наличие общественного транспорта не всегда позволяет удобно функционировать. То есть, есть места, куда, например, потом от автобуса будешь полчаса пешком идти. Понимаете, это Америка все-таки не такая страна, где комфортабельно можно вот так жить. Ну, да. А чем плохо машина? За грибочками, там, на речку, там, еще что-то. Не, машина не плохо. Плохо, когда, если что-то с машиной случается, то все. Не поесть, не попить, вообще ничего нельзя сделать. А, то есть, вы жили в таком месте изолировано? Ну, там вся Албама такая. Даже если жить в большом городе, все равно. Ну, безусловно, Портланд – это город невероятно приятный. Там и кофейку попить, и просто по даунтауну походить. И там, я даже как-то в русский магазин там забрел. Да, да, я слышал, что там есть русский магазин. Есть, есть, да. И там красиво, конечно. Вот Колумбия Ривер вот эта вот, она совершенно очаровательная. Там такие… Да, да, да. То, что она там делит, по-моему, Портланд и Ванкувер. Да, разделяет два штата, и она громадная, и там такой осетр. Вы что, вот, и грибочки там, если вы… Ну, правда, вы из Молдавии, вам вот грибочки не родные. А может, и осетр не родной? Ну, в Алабаме мы там много ходили на рыбалку, ловили больших рыб. А, есть такое? Да. В озерах или где? Нет. Ну, там Мексиканский залив, и там лагуны, и там очень много воды. А, именно в Мексиканском заливе. А он экологически чистенький, хороший? Ну, там нефть разливалась. Я помню, да. Я поэтому спрашиваю, да. Ну, не видно сейчас, ничего не знаю, что говорят. Ну, рыбка ничего? Ну, рыбка ничего, но говорят, что вот это вот British Petroleum, они платят деньги людям, за то, чтобы они подписали какую-то бумагу, в которой говорится, что если у вас будет рак, там через 20 лет, то вы, типа, не будете обвинять British Petroleum в этом. Ага. Ну, если они пытаются откупиться. Да, что-то там, видимо, еще есть, раз они такие бумаги подписывают. Да. Ну, я думаю, что адвокаты там работают. Ну, да. Там… С разных сторон. Очень много объявлений, типа, если у вас на какие-то проблемы с British Petroleum, то обращайтесь к нам. Окей, а мы будем судить. Ну, да. Ну, что же. Такие есть. Хорошо. Так, а вы английский-то откуда знаете? Ну, я до того, как сюда приехал два с половиной года назад, было три раза по work and travel. И как-то так само выучилось. Ну, не такого уж сложно идти. Вы, да, лет вам сколько? 26. 26. Ну, хорошо. Вот родители, где у вас кишню, там? Да. Да. Ну, а… Думаю, забрать их сюда как-нибудь. Ну, пожалуйста, получите, заберете, конечно. Ну, да. Для этого я жду. Вы, наверное, молодые родители еще совсем. Ну, да. Я что хочу сказать. Ну, вот, а у вас есть как-то 26 лет понимание того, что вот в какой-то момент там семья, там появляются детки, там еще что-то? Или вы совершенно далеки от этого? Нет, я недалек от этого. Хорошо. У вас есть девушка где-то в Молдавии, может быть? Нет. Ну, будет из Молдавии девушка или вы здесь будете? Да нет, будет. Но вы хотите вот оттуда из дома привезти или здесь? Это сложный вопрос. Ну, я имею в виду, вы спрашиваете местных американок или… Ну, почему местные, могут быть, и наши, и американки, и какие угодно. Просто с американками сложно. Другая культура, конечно. И с американцами, я тоже не могу сказать, что я очень люблю американцев. Ну, и не люблю их тоже, как бы нормально. Вы знаете что, тут есть еще социальная среда. Вот, если бы вы, допустим, будучи адвокатом по образованию, да, юристом, оказались бы в колхозе там молдавском каком-то, если там остались колхозы, я не знаю, или там ферма, вам бы тоже могли люди не очень понравиться. Ну, наверное. Потому что вы как бы из разных социальных таких слоев, и у вас этика другая, и эстетика другая, и язык другой. Да, так и есть. Вот, поэтому, значит, я думаю, что как только вы в Америке попадете в такое место, где образованные люди, хорошо зарабатывающие и так далее, вы их полюбите как родных. Да, так и есть, потому что в Алабаме, получается, это большая деревня, и у людей там интересы очень узкие, там, не знаю, напиться, поиграть в игры. То есть любить выпить. И искупаться в океане. Ну, и курить, и выпить, и все. Постойте, но вот Алабама, как бы такое место, где, по идее, должно быть много афроамериканцев? Ну, я жил на самом юге, на самом южном городе. Так. И там, в основном, ну, это туристическое место. Ага. Вот если в Мобил чуть севернее подняться, то да, там, наверное, процентов, не знаю, 80 афроамериканцев. Ну, там спокойно, тихо, не то, что там преступность какая-нибудь. В Мобиле, говорят, не спокойно и не тихо. Ага. А в том месте, где я жил, наверное, очень. А в чем курортность вот этого места в Алабаме, где вы жили? Что там люди приезжают купаться туда, или рыбачить, или что за туризм там? Да, там приезжают купаться, там Мексиканский залив очень теплый. Я, конечно, еще не был на этом океане, который здесь, но говорят, что холодно. Холодно, холодно. А там очень теплая вода. И вот к нам туда приезжали туристы вообще из всех частей Америки, из Нью-Йорка, Чикаго. То есть там пляжи хорошие? Да, там очень большие красивые пляжи. А какое место как называется? Город называется Галфшорс. Галфшорс? Галфшорс. Ага. Ну, там еще Оранж бич рядом, это как бы... То есть это как бы накатанные туристические места известные? Ну вот, как история гласит, что это вот только недавно так стало. Потому что люди всегда ездили во Флориду, а потом оказалось, что и в Алабаме неплохо, и они стали приезжать в Алабаму там. Ну это, наверное, за последние 10 лет это все произошло. Ну это ближе, если с севера ехать там откуда-нибудь из нее? Ну ближе. Это поближе? Ну там намного дешевле, говорят. Чем во Флориде ищут? Я имею в виду недвижимость. Очень многие покупают эти кондоминиумы. А куда же его девать потом? Не жить же там? Ну они приезжают на лето. Они называются Snowbirds. Да. Они покупают там дом какой-то и живут там себе весь год, где они там живут, а на лето приезжают туда. Не на зиму приезжают? Ну некоторые на зиму. Snowbirds обычно на зиму приезжают? Ну да. Они, короче, летом сдаются эти квартиры, а на зиму приезжают сами. Ну там тоже не на зиму, а уже не помню в каком мне месяце, в марте, кажется. В Аризоне это большой бизнес тоже, потому что зима хорошая, а летом безумно жарко. Так вот эти Snowbirds, они там из Чикаго, из Детройта, из Нью-Йорка, они на зиму туда съезжаются, в гольф играют, отдыхают, и там снега нет, и там не жарко в это время, нормально. Ну в том городе, где я жил, зимой там вообще никого нет. А Snowbirds они не потому что они зимой, а потому что они седые, снежные. В марте они, по-моему, приезжают до этого, и там нет, вообще никого там нет, там пустые улицы. А работа есть? Несмотря какая, да. Ну то есть вот для нового иммигранта хорошее место? Это отличное место. Правда, да? Там дешево жить, платят примерно, ну я не знаю сколько платят во всей Америке, но так по опыту, по расспросам, примерно так же или даже может больше. А есть новые иммигранты, там русская речь есть какая-то? Ну да, там очень много наших. А правда? Ну относительно, конечно, потому что городок небольшой. Это которые приехали по work and travel и остались? Да, да, в основном такие. Потому что, я думаю, откуда, там скажем, новый иммигрант может знать такое место. Но если он туда приехал просто на работу и уже там остался и так далее. Да, очень много наших. Ну в основном, кстати, из Молдовы. Из России практически никого там не знаю. Как интересно. А Украина отстает? Да, отстает все осталось. Беларусь? Нет. Ну, пару человек, конечно, есть из всех стран, но, наверное, процентов 80 опять же молдаване. Я думаю, молдаване пусть призадумаются. А на самом деле, кого не спросишь, какой город не пойдешь. Они все говорят, ой, здесь только молдаван, здесь только молдаван. Молдаван такая маленькая. То есть молдаван как бы отличают? Не то, что они по-русски говорят, их русскими называют. Они просто с акцентом говорят, поэтому по ним заметно, что они молдаваны. По-английски говорят с другим акцентом? По-русски. Ну и на английском. Ну я не знаю насчет английского. Но на русском мне говорят с акцентом, поэтому сразу видно кто. Как интересно. Кто откуда. Ну что же, хорошо. Так вы едете в Орегон, чтобы там уже надолго обустраиваться, или вы так посмотрите, может быть, дальше поедете, или еще? Какой план? Ну, планирую, да, надолго обустраиваться, но если не понравится, опять же, меня-то там ничего не будет держать. Такой вопрос. Вы начали говорить про поиск работы. Значит, вы там где? На Дайсе, на Монстре, где вы искали? Ну, я зашел на одно из ваших видео, где говорится, как искать работу, и делал так все, как там написано. Ну, хорошо, значит, по идее, если вы делали то, как там рассказывается, вас должно было там замести там ураганом всяких предложений. Так и было. Значит, ну, приятно, когда много. Даже когда гарпич. Приятно, но непонятно, к чему верить, к чему нет. Да, ну, хорошо, так у вас было много предложений реальных, или все в основном мусор какой-то? Ну, наверное, из процентов 25 было реально. Были реально. Так у вас были еще предложения? Вы просто выбрали из разных предложений? Да, конечно. А куда еще предлагали? Мне вот в Intel тоже звали. Даже вот, когда я сюда ехал, мне звонили. Intel в каком городе? Тоже в Орегоне. Это большое. А чего вы не пошли в Intel? Ну, потому что я еще не решил, куда я пойду. Ну, Intel. Хорошо. На самом деле, в Intel, и то, куда я еду сейчас, мне предложили бенефиты, фултайм, и все такое. А в Intel мне предложили контракт. Я понял. То есть у вас постоянная позиция? Да. Ну, как я и сказал, на самом деле эта работа, это просто повод для меня переехать туда, там на месте разберемся. Ну, правильно, надо закрепиться на одной высотке, там, и потом, значит, пулемет подтащил, другую занял там. Ну, хорошо. Так, я просто почему спрашиваю? Потому что много ребят, которые, вот, скажем, хотели бы, может быть, или, ну, умели бы делать вот такую работу, о которой вы говорите. Потому что мы обычно говорим о тестерах, да, мы там, иногда, программисты у нас возникают. А вот, скажем, проект технишенов у нас нету, ничего. И вы фактически первый, если только я, может, там, подзабыл кого, то есть на технишенов тоже есть большой спрос. И можно получать, там, свои, там, 15, 18, 20 долларов, да? Ну, да. А вот, например, 20 долларов на контракте, это, если, скажем, эта позиция постоянная, это будет 40 тысяч, или это будет, там, скажем, 35, эквивалентом 20 долларов на контракте? Как вы, как вы на это? Я спрашиваю, если, да? Или, может, я не понял вопрос? Я на контракте еще никогда не работал. А вы не были на контракте? Нет, никогда еще. А просто мы с вами говорили про доллары в час, вы говорите от 10 долларов в час до 20 долларов в час. Вы не говорили от 20 тысяч года до 40 тысяч. А, ну, я не знаю, у нас там так в часах это все измеряется. Хотя работа постоянная? Ну, да. Ага, то есть она постоянная, но платит по часам? Ну, да. То есть подсчитывают часы? И сейчас у вас такая работа? Сейчас у меня нет работы. Ну, вы же едете уже? Ну, да. Вот та, которая будет, она тоже постоянная, но тоже по часам? Ну, сколько я понимаю, да. Ну, что же, хорошо. а бенефиты вам вам уже приходилось там обращаться к врачам или так с уважением сказали про бенефиты то есть у вас есть опыт какой-то нет я просто слышал что это типа хорошо да многие люди в вашем возрасте которые врача видит там раз пять лет еще реже они сказали бы нафиг мне их бенефиты пусть бы они мне деньгами дали бенефиты же им денег стоят вот поэтому так ну нет нет очень хорошо иметь страховку я просто опыта совсем нет я хочу сказать что ты никогда не знаешь что случится и в какой момент знаете знал бы так соломки подстрелил конечно нет очень хорошо иметь бенефиты что ну что же давайте мы вас тогда отпустим вот подождите только еще раз вы смотрите наш канал уже пару лет вы говорили более двух лет а чего вы там смотрели что то есть что вы пытались там увидеть или чисто развлекуха или вы какую-то пользу для себя искали конечно же пользу какую в первую очередь иммиграционно как куда ходить что делать как что заполнять в принципе все ваши видео особенно те где вы просто рассказываете в общих чертах о чем-то они гораздо для меня более полезны чем когда в этом что-то конкретное говорите то есть вам просто хотелось общую картинку такой большую да как вы видите просто картину а дальше уже понятно что делать саму нет и есть зритель которому хочется видеть большую картинку а есть зритель которому нужна инструкция делай 1 делай 2 делай 3 и я в этом смысле не ничего такого не записываю потому что во-первых полно народу который это делает во вторых я не вижу там ценности для большого зрителя если раз много народу отдела разделы 2 делай 3 нужно одному проценту там не как-то кроме того я я не владею делаю 1 делай 2 делай 3 на уровне вот вновь приехавшего я могу сказать если ты хочешь купить дом если ты хочешь например там застраховаться то есть мы можем вот это поговорить но об этом поговорить но чтобы там вот в какое окошко там пойти и где там тебе выдадут твой сошел секьюрики я не знаю тем более другом штате ну что поэтому я тоже не очень люблю эти инструкции ну что все всегда все равно будет получится но оправдывается то есть вот то что я рассказываю так вот она так и есть или конечно там вот живешь например ну там как бы русские есть но не такого уровня как ну кто же 20 лет например и малка можно что-то спросить ваше видео посмотрел думаешь ну нормально на среду правильное направление ну да я конечно значительной степени оптимизирую на продолжительном участке времени то есть скажем вот как правильно чтобы в конце было хорошо а допустим на три месяца оптимизировать я не я точно не могу там слишком много случайного да слишком слишком много такого что может случиться не случится там я не знаю ну хорошо а вы хотите получать какое-то образование место я вот думаю об этом я как юрист это работал помощником юриста какое-то тоже иммиграционного и в то время думал что может быть мне стать юристом вы можете паралегалом я не знаю значит юрист это больше времени займет но скажем паралегалом вы можете довольно быстро это ну просто жиря лобами там такая жизнь что нет времени не учиться ничего делать поэтому пришел приехали более спокойное место и там уже разобраться ну что же хорошо давайте я вас со второй попытки я вас отпущу значит и ребятам скажем там всем привет поскольку вы теперь на этой стороне экрана то вы может быть что-то скажете такое тем кто с той стороны поскольку вы как бы хорошо понимаете ту сторону и эту могу сказать тем кто хочет сюда попасть что 20 года назад еще точно также сделал по ту сторону экрана потом бам и попал так что это все реально и просто нужно понять что делать и делать все хорошо то есть просто я знаю это батил они там сидятом а как он попал в америку как он получил свою грин карту ездить вот как он свой грин карту получил я отвечу так ребята вот путей в эту точку но вот на одной руке хватит пальцев чтобы пересчитать все эти пути половина половины пальцев хватит да поэтому в общем да и мы об этом говорили столько раз если вы думаете что вы сейчас придет какой-то человек который знает какой-то необычный путь у меня даже видео об этом есть что вот не ищи необычного пути а разберись с обычными вот поэтому у каждого свой путь не все люди чувствуют себя комфортабельно рассказывая об этом поэтому это отдельная история но ничего такого вот с вячеславом не произошло о чем бы мы не говорили уже раз сто вот поэтому в общем разбирайтесь у нас на канале много чего и мы с вами расстаемся так машем рукой гаем всем пока и движемся дальше в ойган